Инновация вернулась к традициям Инновация вернулась к традициям Вручена госпремия в области современного искусства Газета «Коммерсант» номер 112 от 1 июля 2019 года Строение 11 В Нижнем Новгороде прошла церемония награждения лауреатов инновации Впервые в истории государственной премии в области современного искусства Ее вручали не в столице Заниматься премией инновация Учрежденной в 2005 году Государственным центром современного искусства ГЦСИ И Министерством культуры РФ В этом году поручена Волговятскому филиалу ГЦСИ В составе Российца Выставка номинантов, вошедших в шорт-лист Открылась в его резиденции, Нижегородском арсенале А церемония прошла на стрелке В одном из старинных пагаузов Из Нижнего Новгорода, Анна Толстова Кажется, такого количества официальных лиц на мероприятии Связанном с таким неофициозным делом, как современное искусство В Нижнем не видели со времен открытия арсенала Единственного центра современной культуры в российских регионах Сделанного по мировым стандартам И единственной стройке, доведенной до победного конца региональным филиалом ГЦСИ Открывавшая церемонию награждения заместитель министра культуры Алла Манилова заявила, что Нижний Новгород достоин быть постоянной штаб-квартирой инновации И тем самым косвенно подтвердила слухи, будто бы общероссийскую премию по современному искусству Собираются перенести из Москвы в регионы С самого начала инноваций наиболее острые споры вызывала номинация «Региональный проект» Многие воспринимали ее как унижение, как гейтто для тех, кто, дескать, не дотягивает до столичного уровня И организация, и результаты инновации 2019 показывают, что в области современного искусства регионы давно не уступают столице Художникам года провозгласили икатеринбуржца Владимира Селезнева за ретроспективу «Иногда кратчайший путь» Самый длинный в арт-галерее Ельцин-центра Проектом года – перформанс страсти по Мартину Анны Абалихиной, Алексея Сосаева и Ксении Перетрухиной Хоть это и работа московской команды, но она была сделана для ВИКСы и показана на фестивале «Арта враг-2018» Забавно, что оба лауреата были отмечены в этом году и премией Сергея Курехина Страсти по Мартину получили гран-при, Селезнев – кураторский приз В номинации «Новая генерация» победил перформанс «Пролетайте и соединяйтесь» Устроенный нижегородцами Анной Казаниной, Анастасией Дмитриевской и Антоном Рьяновым на стадионе «Водник» Лучшим образовательным проектом назвали Владивостокскую школу современного искусства Яны Гапаненко А среди региональных проектов отметили выставку «Суперобложка кураторов» Елены Ищенко и Дениса Яковлева В Краснодарском центре современного искусства «Типография», где базируется знаменитая на всю Россию И уже хорошо известная за ее пределами группировка «ЗИП» Только в номинации «Куратор года» преобладали москвичи, а приз присудили самому крупнобюджетному проекту Выставки «Ткань процветания», сделанной в гораже Ярославом Валоводом, Валентином Дейконовым и Екатериной Лазаревой За поддержку современного искусства России поблагодарили Владимира Потанина А приз за книгу «Года» учреждены благотворительным фондом «У.А.А.Т.» На этот раз носил мемориальный характер Специальная жюри отдала его эпизодам модернизма Глеба Наприенко и ушедшей в этом году Александры Новоженовой Волговецкий филиал ГЦС и вполне оправдал явную регионализацию премии тем, как все было грамотно и осмысленно сделано На выставке, которую курировала Алиса Савицкая, начальница выставочного отдела «Арсенала» Стремились избежать обычной для инновационных экспозиций документальной скуки Все проектные номинации были представлены не в виде фото и видеодокументации А в смешных комиксах Нижегородско-Петербургского дуэта уличных художников Максима Трулова и Ксюши Ласточки Торжественную церемонию, где объявления лауреатов перемежались оперными номерами в исполнении оркестра Нижегородской филармонии Заезжих солистов и веджея-виртуоза Яна Калнберзина Специально устроили на стрелке в пагаузах, павильонах, оставшихся от Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года Чуть было не снесенных и спасенных нижегородцами, вступившимися за индустриальное наследие города Поддержав таким образом дело охраны памятников, инновация дала шанс нижегородскому губернатору Глебу Никитину выступить с красивой речью И благодарить градозащитников за сохранение этой инновационной для своего времени архитектуры И главное, в экспертный совет и жюри инновации, после нескольких лет кризиса, связанного с неудачным менеджментом РАСИЗО Вернулись профессионалы в области современного искусства Правда, вернулась и старая проблема премии, конфликт интересов Когда номинанты и даже лауреаты либо институционально связаны с экспертным советом и жюри, либо непосредственно являются их членами На тему коррупции пошутил и Леонид Бажанов, основатель ГЦСИ, вынужденный покинуть центр Когда его подчинили РАСИЗО, получая давно заслуженный приз за вклад в развитие современного искусства Он говорил, что теперь, когда ему пришлось уйти из ГЦСИ, коррупционный момент отсутствует И трогательно благодарил за работу директоров и сотрудников всех региональных филиалов созданной им организации Так что финал церемонии вышел грустным Все ждали праздника, а именно того, что в Нижнем объявят о выводе ГЦСИ из состава РАСИЗО Подчинение которому привело к глубокому кризису некогда независимой институции И о включении ГЦСИ в состав ГМИИ имени Пушкина Что обогатит главный Московский музей сетью филиалов на местах с высокопрофессиональными сотрудниками Однако об этом якобы уже решенном на верхах деле собираются объявить в конце следующей недели